27 глава 4 стих Говорят, согрешил я, предав кровь невинную. А они же все сказали ему, что нам до того, смотри сам. На этот стих я вчера давал небольшое пояснение, но на другие слова сегодня. Что нам до того? Это сказали люди духовные, те, которые были очень заинтересованы в сотрудничестве с Иуда Искариотским, которые практически приняли его на работу, зарплату ему выдали. Но когда у человека появилось раскаяние, и раскаяние очень тяжелое, он понял, что он натворил. А вот теперь они устраняются. А нам что до того? Смотри сам. Иуда смотрел, а теперь дьявол повел его, повел его к дереву, накинул петлю. Почему они так ответили? Я стал смотреть у святых отцов и тоже не нашел ни у кого. А что тут объяснять-то? Просто оттолкнули его и все разово пользование. Они его использовали и дальше отработал. Иди куда хочешь. Оказывается, это давняя история безразличия к жизни человеческой. Господь предупреждает человека тогда, когда еще греха нет. Он какие-то препятствия ставит, совесть, мучает, размышления. И говорит, где брат твой, Кай, Авин, почему-то его нет сейчас здесь? А я что, сторож брату моему? То есть он не отвечает ни за брата, ни за что. Ну, Бог-то ведь знает. А мы все отвечаем друг за друга. Хочешь ты, не хочешь, но придется отвечать за все, что нас окружает. Вот проходишь мимо стенда в милиции, написано, не проходите мимо. То есть ты должен в этом принять какое-то участие. Ты не будь сквозняком, пролетел, меня не касается. Нет человека в храме, есть он здесь, верит он, не верит, какое отношение. Все имеет отношение. А я буду молчать. Написано, молчание золото. Хорошее слово. Но где молчать? А написано, молчанием предается Бог. Просто молчал, ничего не делал, Бога предал. А почему это мог поглядеть? Григорий Богослов. Молчанием предается Бог. Это человек, поступающий неправильно, потому и оказался рядом со мной, чтобы я помог ему выбраться. Он потому и оказался в этой местности, оказался поэтому в моем доме, близкий мне. В первом послании к Коринфянам, 15.33 считаем. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. С кем поведешься, от того наберешься. А что нам до того? До того, что один корень возникну в горьке, смотрите, чтобы не отравил другие. Мы же заботимся о том, чтобы пища была не отравленная. Ну и питье бывает отравленное. И сказать, что мне это все равно безразлично, это можно только неверующему человеку. Верующий этого сказать не может. Ян Заталус говорит. Меня упрекает, что вот я говорю о пьянстве, а люди пьют. Притом, видимо, окно у него было низко. Когда он говорил проповедь, они показывали, ну смотрите, в пивнушку пошли. Пиво-то жигулевское, вкусное такое. А Ян Заталус говорит, а я ей говорю, что всех сумел убедить. Ну хоть некоторых-то сумел. Ну никого не сумел, но вы-то ведь не пошли, значит я вас все-таки закрепил. Но если и вы уйдете, но перед Богом моя награда не проповедет. Я стучал и стучал в это. Я постоянно говорил, непосещающий охран раздевает мать. У нас, Богуслуженька, всего два раза в неделю. Всего. Хотя по сути-то дело, мы каждый день должны были бы петь хотя бы одну молитву, собравшись вместе, в освете твоим утрен свет. Хотя бы это утром пропеть-то. А сказать, да мне какое дело до него? Я ему сказал, он не идет. Я другой вопрос ставлю. Вы верите в то, что был на земле Ян Заталус? На литургии его. А он кто был, Ян Заталус? Ну, ну скажем, святитель, патриарх. А я еще скажу, он был патриотом своей Родины. Он был любящим отцом. Это не провокатор был. Нет. И он был мирный. А послушаем ли мы его проповеди? И он говорит, ты пошел на службу, а человек дома копается и не идет. Субботы вечером поехал на поле. А ты стащи его с телеги. Ударь его. Затей драку. Ну, посмотри-то, ты чему нас научаешь-то? Ну, а все равно же разбираться-то будут. Как Наполеон говорил, главное мешать на драку. А там дальше видно будет. И когда спросят, почему же ты, мирный человек, это устроил, ты ответишь, душу спасаю. И получишь похвалу от Бога. Ну, это же хулиганство самое настоящее. Посигновение на личность. Конвенция прав человека запрещает. Да, ты все правильно сказал. Но с духовной стороны посмотри. Когда человек умирает, душа вышла из тела, он видит вокруг демонов. И они его увлекут. И от этого мытарха будет непройдено пренебрежение церкви. Это раздевание матери своей. Потому что мы являемся листиками. Пришел в церкви голо, никого нету. Ты будешь кровавыми слезами плакать. Ты скажешь, почему за волосы меня не тащили в храм. Вот что написано. Так зато он слюбил людей или нет? Павел говорит, кто бы соблазнялся, за кого бы я не воспламенялся. Он не простым голосом говорил. Воспламененный человек, знаете, как говорит? Он на ног, на таких высоких нотах. А его упрекают. Ну, как ты говоришь, да разве можно так говорить? Прям готов схватить, затащить. Готов схватить и затащить. Вы меня правильно поняли? Я Павел говорит, нет ни одного человека, который под разными причинами не приходил бы в храм, не шел бы на собрание детей божьих, и я бы не воспламенялся. Который отступал бы от церкви, я не горел огнем за него. Я вступлю в битву с любым, кто бы он ни был. Я говорю, вчера видел человека, у которого нет друзей ни одного. Но у него и врагов никого нет. За слик соседям, они отмахнулись только им все. Никому не нужен. Мы-то, может, давно трупы никому не нужны. Проповедуя слово Божие, мы должны его знать. Как просто быть друзьями. Напоминаю обстановку. Два царя сидят, рассуждают, идти на войну или нет. Советуются. Военные стратеги рядом. Советники. Но тогда больше обращали внимание на пророков. И все, притом пророки, да, одного священника, московской патриархии, или как ты их назовешь, все говорят, надо воевать, надо танки освещать, знамена освещать, идите воюйте. Все будет. А у царя и внецкого сердца трепещутся. Да может еще кто-нибудь по-другому скажет. Ну хоть и скажет, так нас сколько пророков. Нас 450, а он один. Ну давайте референдум устроим-то. Он говорит, не говори так, послушаем. И он один шел. Ведь он шел из дома, допустим, не женатый был. У него дом был, куда хотелось вернуться на свою койку и опять лечь. Ну может тогда уходим. Но эти охоты, все прибрано у нас. А если жена? Жена ждет, ребятишки. И рядом посыльный наговорит. Ты скажи, как все награды получишь. Скажи, как все повышенная пенсия будет. Ну ты как все скажи, благо будет. Нам земли новые придут. Я скажу, что Бог мне положит. Вот с духовной стороны он посмотрел. С той стороны заглянул. И первое, что он сказал, вижу. Народ рассеянный, как бараны, как овцы по горам. И пастыря нет. Пастыря нет. Да четыре тысячи только священников служат. Ни одного нет. Все рассеялись. И никто не ищет рассеянных овец. Развесе нет никакой. Выпивает, не выпивает. Что там пиво какое-то разжигательное. Для верующих все имеет отношение. Я вам говорю, ратуя за ваши души. Соблазн. Мы перед сектантами рот не раскроем. Я знаю тысячи сектантов, которые в рот не берут никакого алкоголя. Они любят Бога. Что мы им скажем? Мы пиво пьем. Да чего оно тебе нужно? Там градусы есть. Это вредно. Это расширяет клетки тела. Ты начнешь полнеть. Пощупай себя маленько. Ты посмотри, что с тобой уже делается. Будьте внимательны. А тебе это нужно говорить? Умрешь, узнаешь. Бог подведет тогда нам баланс. И поэтому Слово Божие говорит в притче 23.7. Каковы мысли в душе его? Таковы он. Это люди не искренние. Они говорят, ешь и пей. Но сердце его не с тобою. Надо быть монолитным. Вот как ты говорил, и под глаза то же самое. И в глаза то же самое. Не льсти никогда. Заботься. Каждая душа, которая с нами соприкасается, она чего-то от нас может получить. Встретишься с кем-то, а чем я могу быть им полезным? Я говорю вчера, он нетрезвый. Но чем-то может. Ты дашь слово, будешь считать Евангелие? Буду. Вот Евангелие. Но еще, еще что-то. Ну хоть немножко застепиться. А мы же не знаем, а может душа начнет выкарабкиваться. Ты хочешь из этого состояния выйти? Можно очень. Ибо назови Господу. Но нельзя было молиться, человек нетрезвый. Но Евангелие уже осталось там. Теперь только одно, Господи, через слово Твое оживи. Подъезжай сегодня в храм. Мой давний знакомый, много мне помогал. Сбился с пути, ушел в сектанты. Притом в дурные сектанты. Совершенно никакие, прям вормоны. Наконец возвращается. Сейчас в больницу попал. Теперь созвонились. Ты понял, что понял все. Ну там уже изумал инсульты или что-то. А как выйти из этого? Пост начинается с понедельника. Больше поклонов. Ешь один сухарик утром. По сухарика в обед. И на кощах ложись. Отойдет все. От этого грюха-то сползет. Встал и уйдет. Ты начнешь бодрствовать. Во сколько ложишься спать? До 7 вечера. До таракла. Всем-то ложишься. Это еще курица ходит по улице. Ты начни славить Бога. Ты понял, что это сигналы трубы смерти звучат. Понял это. Поэтому начинай молиться. Молиться можно в любой обсловке. Сейчас ты в больнице. А то пойдешь на кладбище, если не понял. Я тебя умоляю и прошу. Прежние твои дела, чтобы Бог припомнил, как укорнили. И Бог выведет тебя. Мне не безразлично. Твоя душа. Я сказал, что ни одного дня не шли, я тебя не помню. Ни одного дня не было, что я тебя в молитве и имя твое не поминул. Почему? А ты мне когда-то помог. Что интересно, я прочитал такое, что когда наступил Советский Ковнаст, запрет был, храмы рушили, все. Но от Ленина специально было дано указание такое, что в партии находящийся может молиться и ходить в храм, который в особо трудный период времени в партии особо великие заслуги оказал ей. Он же из Писания это все знал. Особые заслуги, такие как верзели, который помогал бежавшему Давыду. И он потомка взял его за стол и держал. Может наши родители были верующие. Может ради них нас Бог привел сегодня сюда. Нам это все должно быть небезразлично. Деяние 18, 15, 17. Но когда идет спор об учениях и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами. Я не хочу быть судей в этом и прогнал их от судилища. Вот люди, которые ходили в храмы, сегодня не ходят. Вы беседуете с ними, говорите, не делайте с рабами человека, то иначе вы этого не слышите ничего. Не прогонять, а звать. Молитвы нет такой, чтобы человека выбрасывать из храма. А звать такие молитвы есть. Молитвы нет на закрытие храма, а молитва есть на открытие. Молитвы есть на то, чтобы стать друзьями, будьте едины. Но есть же правила такие, не молиться с еретиками. Ну, в первую очередь, я не еретик. И батюшка не еретик. А во-вторых, когда апостолы проповедовали, они молились со всем миром. И молитва твоя никогда не осквернится. Нельзя понимать ее в плотске. На полпоклона позже кланяйся. Да у Бога разве неизвестно это все? Ты скажи так, мне небезразлична душа твоя. Я не могу сказать, разбирайся сам. Сам смотри. Не так. Человеку вае достаточно чуть-чуть его тронуть, и он уже готов. Ну, ты не можешь молиться, не молись. Стой, слушай хотя бы. Правила на то, что нельзя слушать проповедь, читать Евангелие, нет такого. Хотя правила есть не молиться с еретиками. С еретиками. Почему же ты объявляешь меня еретиком, когда я признаю Троицу, считаю веру. Притом считаем так, как полностью. Без всякого сокращения. Никто не должен быть для нас безразличен. Бытие 42.22. Руим отвечал им и сказал, не говорил ли я вам, не грешите против отроков. Но вы не послушались, вот кровь его взыскивается. Вот кровь-то взыскивается. А не безразличное было тогда, когда бросали Иосифа. Почему тогда вы не подумали о нем? А вот теперь все это пришло. На Иуду пришло это тоже не случайно. И когда к нам что-то приходит, никто так глубоко не будет копать, как сам человек. В Жития Святых написано, когда было сказано ему копаю, покопало, словился голос снова с неба, копай глубже. Еще копает, и снова голос. Копай глубже. Надо копать глубже в своей душе. И думает, почему меня постигло вот это, почему дети такие неверующие, почему что-то не ладится или где-то. И Бог обязательно заведет с обратной стороны для славы своей. А для Бога просто восстановить. В один день Бог выметит, у тебя ни одной не будет скотины. И в один день вернет вдвое, будет больше, как у Иова. Напали, сожгли, ничего нет. И опять вернулось в два раза больше. Написано вдвое больше. А почему? Бог испытывает. И не сказал Он ничего худого. И Его друзья пришли, не сказали, что нам что-то того. Это Иова постигла, а не нас. Они семь дней молчали, пришли. Семь ночей молчали. Конечно, молились. Иеремия 26.15. Только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей, и на жителей его. Ибо истинный Господь послал меня к вам. Я это место не раз считаю. Ведь Он сказал это не потому, что боялся только. Хотя, как человек, Он тоже боялся. Но потому, что Он говорил, вслед за Моей кровью весь город будет отвечать. Весь Иерусалим будет исповержен. Царя Николая расстреляли. Говорят, туда и будет дорога. Плохой царь был. Царя потащили на Голгофу. Расстреляли девушек. Расстреляли мальчика. Но вслед за царем Николаем пошла вся Россия на Голгофу. Не забывайте. Ну ладно, раскулачивание не все. Но войну буквально всех подхватили. Репрессии всех захватили. Никакая должность не могла спасти. Почему? Пролитие крови. А тогда, если бы в Старе сказали, нам не безразлична участь Романовых. Оставьте их. Смотрите, королева в Англии на сегодняшний день большими имениями владеет. Да, у нее власти то и нету. Парламент решает. Но они сохранили. Королева в Нидерландах. Почему нам надо было тут все делать? Расстреливать и уничтожать? А теперь нам не выбросить из этого. Пока не будет, может быть, действительно всемирного покаяния. За пролитую кровь. Евангелие от Матфея 27-25. Я считаю Евангелие от Матфея. Им очень часто пользуется апостол Павел в пророке. Вы знаете, кто его перевел? Если не знаете, услышьте, запомните. Самая популярная книга в Библии Псалтырь. Ее считают все. Я имею в виду на русском языке. И Евангелие от Матфея самая популярная. Обе эти книги перевел Герасим Петрович Павский. Профессор Герасим Павский. Ну, одно имя запомните. И, конечно, он еще не канонизировал. Для меня он святой. Про себя ты можешь сказать. Господи, воздай ему милости Твоими. Какое он благо сделал. Как чудно он перевел эти книги. Самые популярные во всей Библии. Я каждый день касаюсь их. Его нет, а я как бы к нему обращаюсь. У меня не хватает ума. Он знал эти языки. Он так перевел. Я как бы вижу его, где-то сосед мой. Говорю, Герасим, благодарю тебя. Какой я был бы слепой. Какой без языки, без тебя. Ему Герасиму было не безразлично, куда применить свои знания. Он не просто был профессор Санкт-Петербургской академии. Он наш профессор. Он через сотни лет шагнул к нам сюда, в поселок. Ему не было безразлично. Он не мог сказать, а нам что до того, смотрите, сами неграмотные. Его преследовали. Его сняли с должности. Он был воспитанник царевича. Ни на что не посмотрели враги и Слово Божие. А он тайно переводил и перевел весь Ветхий Завет. Какие у нас примеры узких людей, которые не могли сказать, что им что-то безразлично. Титу 1.16. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Будущие гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Какие у нас есть таланты? Их на молитве перебирать и благодарить Бога. Я просто говорю, делюсь опытом. Господи, я благодарю, что ночь прошла и разум сохранил, я не умер. Почему? Когда я в Атауз говорил, в церкви хлопали в ладоши. И в молитве считаю вас плещите руками. Это у нас сегодня. Вот я хлопнул, смотрят, как в храме хлопают. Это постоянное рукопискание в церкви было. Одобряли проповедующие. А в Атауз говорит, я этого не требую. Главное, чтобы таланты были к назиданию всех нас. Что-то услышал, прочитал. Поскорее с кем-то поделись. И заглянись с другой стороны. А что в этом скрыто? Сегодня у нас опять будут занятия. Сейчас выйдем из храма и будет сказано, когда и где. Нам не безразлично. И поэтому мы ведем занятия. Нам не безразлично, если они поедут в соседние село, наши благовестники. Нам не безразлично, мы кого-то приглашаем сюда. А кому безразлично, это родство с теми, которые Иуду оттолкнули. А они могли вместе с ним впасть и сказать, что мы натворили. Мы на целое тысячелетие израильский народ отбросили от Христа. О, владыка неба, прости. Они могли с Иудой вместе покаяться, и Христос Иуду простил бы, и народ израильский не терпел бы. Миллионные жертвы. Не было бы этого холокоста. И не было бы преследований во время Гитлера и Сталина. Итак, со слов первосвященников и советников мы научаемся многому. Не быть безразличным к тому, кто впал в беду. Господи, соделай нас такими, каким был великий Златоуст и святые отцы, как апостол Павел. Аминь.